Спорт в условиях пандемии или почти полгода без соревнований. Отмена Олимпиады, завершение карьеры Хабиба и смерть его отца Абдулмана Апанурмагомедова. Калейдоскоп драматических и по накалу, и неповторимых по яркости событий. Целая россыпь медалей осенью и жирная точка лидерства дагестанских вольников на Кубке мира по борьбе. Спортивные итоги 2020 года в эксклюзивном интервью для телеканала ННТ подвел в Рио министра по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов. Слово Курбану Рагимову. 2020-й был сложным для всего мирового спортивного сообщества, рассказывает руководитель Минспорта Дагестана. Отменены самые крупные форумы. Олимпиаду в Токио республика ждала с особым трепетом. Игры четырехлетия, убежден Магомед Магомедов, это мечта каждого спортсмена. Теперь эта цель отложена на один год. Несмотря на все трудности и новые испытания, дагестанцы поддерживали форму дома. Тренировались на море, в парках и в горах. Как только пандемия пошла на спад, для членов сборных команд России возобновились сборы. В Дагестанце хорошо разбирается в этом. Представьте себе, чтобы в форме, находиться, держаться в форме не так легко. Это же получается не один год. Ну как, ну, человек целый. Четыре года себя вот в этой форме он находится, держится в форме и на тебя, и Олимпиада переносится. Но продолжать, например, ввести вот этот аскетический образ жизни, жесткие требования по отношению к тебе, это не так легко. Ну, наши ребята молодцы. Предварительно, скажем, 1 по 7 августа, вроде бы это будет. Но туда от нас едут, у нас 24 путевки. Это олимпийцы, судо-олимпийцы и пара олимпийцев. Злосчастный коронавирус не обошел стороной и выдающихся людей из мира спорта. Потери года в единоборствах считают смерть Абдулманапа Нурмагомедова, заслуженного тренера страны, воспитавшего целую плеяду чемпионов. Нам неизвестно, сколько человек проживет. Мы должны быть готовы сегодня, завтра, чтобы нас понесли. Эта огромная потеря стала личной трагедией для Хабиба. Уход отца не мог не повлиять на его настрой и дальнейшее продолжение карьеры. После уверенной победы над Джастином Гейджи, Нурмагомедов решил покинуть ММА на пике своей популярности. Это просьба матери и теперь вряд ли что может побудить его вновь вернуться в клетку. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними, все. У меня один остался родитель, это моя мама. Я хотел бы побольше времени ей уделить. От событий международных к российским. Здесь в центре внимания всегда веселый и харизматичный Магомед Исмаилов, подкрепивший свой эпатаж двумя победами. Лысый хищник в пух и прах разбил Александра Емельяненко, поднявшись в тяжелый вес и закатил яркую битву с уральским халком Иваном Штырковым. Во второй половине года спорт вернулся на российские арены, пусть и не всегда со зрителями. Здесь, не выступавшие по полгода, спортсмены смогли показать, кто и чем занимался во время карантина. Дагестанцы жаждали победы, и осень по праву стала для нас золотой. В числе самых крупных успехов – триумф самбистов на чемпионате мира, победы на внутрироссийских состязаниях боксеров и грэплеров, ушусандаистов и тэквондистов, кикбоксеров, тайбоксеров и регбистов. Кроме этого, завоеваны титулы в самых престижных бойцовских лигах. А жирную точку в выходящем году поставили борцы. На декабрьском Кубке мира в Белграде Вольников ждал исторический успех. Выиграно 8 из 10 золотых наград. А еще одна медаль высшей пробы на счету борца греко-римского стиля. И еще немного о коронавирусе. Неоценимая помощь в борьбе с эпидемией пришла, конечно, со стороны спорта. Атлеты, клубы и федерации по всей республике включились в волонтерскую и благотворительную деятельность. Создание комфортных условий для занятий спортом, развитие инфраструктуры и подготовка резерва для сборных команд России. По словам Магомеда Магомедова, в Минспорта разработан четкий план развития на годы вперед. Результатом такой работы и становятся успехи наших спортсменов на самых разных мировых аренах.